Конкурс чтецов «Святочный рассказ» уже стал доброй традицией в городском округе Щелково. Он проходит третий год подряд и с каждым разом тех, кто хочет принять в нем участие, становится все больше. Тем более, что попробовать свои силы в литературном состязании могут как юные ребята в возрасте 9 лет, так и уже взрослые чтецы. При желании можно поучаствовать и всей семьей. Конкурс проходил в два этапа и, конечно, больше всего участники ждали торжественной церемонии награждения, которая состоялась в минувшие выходные в Алексеевской гимназии. Лауреаты конкурса прочли для зрителя отрывки из произведений на рождественскую тематику. Интермеца Пьетро Маскани и «Тихая ночь» Франца Грубера в исполнении коллектива детской музыкальной школы поддержали праздничное настроение. Близко-близко залаяла собака, отчаянно, точно на помощь залала. Мы старались не слышать, но как это сделать, когда лайк становился все ближе и оглушительнее. Ну, вообще, я не очень люблю лирический и трагический жанр, я вообще более веселый, но мне понравился этот рассказ, потому что, ну, редко бывает читают про животных, обычно про людей, но мне вот нравятся животные, тема животных, и вот это мне больше всего понравилось. Ну, это тренировка, тренировка, еще раз тренировка, это неделю, я каждый день по строительству учил, но после этого рассказа я теперь стихотворение на литературу учу, один раз прочитал и выучу. Конкурсанты и победители получили грамоты, дипломы, призы и подарки. Их вручили председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелкова Анастасия Кот. Директор Щелковской центральной библиотеки Елена Ильенко и диакон Русской православной церкви, член Союза композиторов России Роман Галиев. Мне отрадно видеть, что эти светлые глаза, которые сейчас на меня смотрят, понимают, о чем они говорят. Они понимают, о чем поют, они понимают, о чем рассказывают. Рассказы разнообразные, добрые и трогательные, ироничные и сентиментальные. Именно эти рассказы, что туда вкладывают авторы? Наверное, чтобы уменьшить людькие сердца, чтобы создать ту волшебную, неповторимую атмосферу волшебства и Рождества. В финал конкурса «Святочный рассказ» попали самые лучшие чтецы разных возрастных категорий. Каждый из них постарался прочитать свой рассказ так, чтобы суметь впечатлить сидящих в зале зрителей и судей. И это, без сомнения, у них получилось. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.